Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин Семене, тема Олег Сверок. Следующая рвота с кровью, либо рвота кровью. Чем это может быть все-таки вызвано? Прежде всего, это кровотечение желудка. Мы уже говорили, что точка MS4 Семене отвечает за все виды кровотечения. Также меридиан перикарда мы уже знаем, что является что? Меридианом, который контролирует все сосуды в нашем с вами организме. Все-все-все. Все. Потому нужно отдавать отчет, что если данный меридиан воспаляется, то что и сосуды воспалены. Если меридиан слабый, то и сосуды все слабы. Если меридиан в норме находится, то все сосуды в норме. Поэтому необходимо диагностировать координации меридианов. Если у человека рвота с кровью может быть вызвано кровотечение в желудке, повторюсь. Это может быть вызвано язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Это может быть вызвано при гастрите, рвота с кровью. Это может быть рвота с кровью, вызвано кровотечением в пищеводе. Мы уже видим, что меридиан перикарда контролирует желудок, часть пищевода контролирует и кишечники контролируют. Так что он может нам помочь при всеразличной рвоте с кровью. Но здесь мы, как всегда, традиционно скажем, но так как эта болезнь у человека может вызвать страх, панику, психические расстройства. Человек может себе накрутить, что он чем-то заболел, либо что-то там проглотил такое, что вызвало кровь, что он умрет. Бывает такая категория людей. То нужно знать, что диагностика двенадцати меридианов необходима, дабы знать в каком состоянии все двенадцать меридианов. Почему все двенадцать меридианов? Потому что в одной из лекций наших литературных изданий мы писали, что все двенадцать меридианов контролируют весь желудочно-кишечный тракт. Помните, уважаемые зрители, весь желудочно-кишечный тракт начинается от ротовой полости рта, губа и заканчивается анусом. Это около семи метров. Вот в каком состоянии наши с вами меридианов, которые контролируют всю длину желудочно-кишечного тракта. Вы не знаете, мы не знаем, что мы будем лечить, чем мы будем помогать, как мы будем данную точку использовать, тонизировать, седатировать ее, возбуждать ее. Ну да, поможем мы на первых порах данной точкой при рвоте с кровью. Поможем, и точка поможет. Но все-таки нужно знать, откуда растут у болезни ножки. Вот, чтобы эти ножки что? Обрубитель болезни. Болезнь больше не перестала ходить и вызывать рвоту у человека с кровью. Спасибо за внимание.